МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дела раскрытые и дела подвисшие. Сегодня главные силовики страны, руководители МВД и генпрокуратуры созвали пресс-конференцию. О чем рассказывали подробнее Анна Каменева. Резонансное дело о покушении на львовского бизнесмена, главу НАПСовета Львов-Хладокомбинат Богдана Копытко раскрыто. Силовики созывают пресс-конференцию, рассказывают детали. Говорят, атака, произошедшая 29 августа на кортеж из трех служебных машин компании, была тщательно спланирована. Тогда, напомню, первая машина подорвалась на фугасе, две другие злоумышленники обстреляли из автоматов. Трое охранников погибли. За два месяца до того, как там ложился этот трассный асфальт, они их заложили в фугас. От него протянули уже в трубе эти земли выходные. А еще через три километра они так же заложили еще два фугаса. И они просто выбирали место, в котором краще будет с членами злочек. Мы их уже ликвидовали. По словам Юрия Луценко, группа из четырех человек готовила еще ряд преступлений в других областях. Один из них гражданин России, другой атошник, служил в Айдаре. Заказчика вчера задержали. Завтра во Львове суд будет ему избирать меру пресечения. Мы заходим, как борьба кардинальных планов, за вплив и расходов. Или будет выучиться сам паркотик, судя по тому, что местные действия были предформованы. Все выпущено. Говорили и о трагической гибели двух полицейских в Днепре. Глава МВД заявил, видео с нагрудной камеры погибшего Артема Кутушева полностью публиковать не будут. Из этических соображений. А вот что сказали по поводу удостоверения участника боевых действий, выданного стрелку Александру Пукачеву уже во время его розыска. Интересовали журналистов и законодательные инициативы силовиков. В частности, озвученные в начале недели главой МВД законопроект о презумпции правоты полицейского. Юристы профессиональные, можно сказать, что я неправильно выбрал термин презумпция правоты полицейского. На самом деле слово презумпция и далее определение. Я вам говорю про суть. Если полицейский остановил машину и говорит руки на руль, или предъявите документы, в ответ он слышит не по шелтой, а он подчиняется. Свои предложения Аваков обещает внести в Раду на следующей неделе. Тогда же и генпрокурор вынесет и свои предложения. В частности, обведение уголовной ответственности не только за незаконную вырубку, но и за транспортировку и переработку леса. То же самое с песком и янтарем. Также Луценко предлагает сократить сроки рассмотрения в Раде прошения о снятии неприкосновенности с подозреваемого нардепа. Після внесення офіційного подання на зняття депутатського инфарканусу до спикера Верховної Ради у відповідного депутата має зупинятися дія його закордонних паспортів. Це безумовно не є гарантією того, що людина не втече, але вона, така вирогідність, зменшується достатньо сильно. Успів генпрокурор отчитатися і о сьогоднішніх крупних рибах. В делі о незаконному завладінні земельним участком, а це 110 гектарів леса в Абуховському районі на сумму 700 млн грн, задержан частний нотариус. Он був зговорі з шістью лицами і чиновниками із госземагентства. Поймали на крупній взятки і своєго прокурора генпрокуратури. Вмість з адвокатом він требував 200 тисяч доларів за закритие уголовного производства і снятие ареста с імущества. Ми його взяли на гарячому при отриманні другой частини в 190 тисяч доларів. Він затриманий і це 18-й працівник прокуратури за частину свого керівництва генпрокуратури, якого ми самостійно разом з колегами вичисляємо і затримуємо за підозрою в кабарністі. Пока же особыми успіхами похвастаться не удається силовикам в расследовании резонансних і громких дел, связанних з медіа, а именно поджог студії подробностей і убийства журналиста Павла Шеремета. Рекоментируємо розслідування дела по убийству Шеремета. І дадим коментарий, коли совместно решимо, що наступив такий момент. Що касається підпала Інтера, то там всіх судді від своїх черезон, а телеканал Інтер вже визначив, хто виновний піджигався, він перед вами. Анна Каменева, Александр Данилов, подробності телеканал Інтер. Спеціально для глави МВД освежим некоторые факты того воскресного дня, когда подожгли студию подробностей. Напомню, произошло это 4 сентября, а на следующий день пикетировали офіс Інтера. А це видео і фото з телефонов сотрудників телеканала Інтер і НИСА. Ми вже показували кадри, де екс-советник Авакова Ілья Кива в момент атаки на нашу студію знаходиться на місці проїжствия. Його зафіксували на видеожурналисту, він роздає прикази стоящим рядом людям в формі. Рядом активисты «Братства» Середюк і Чорний. А вот тот же Кива уже во время блокування Інтера на Дмитрівській. Рядом с ним криминальный авторитет Алексей Капишинский, он же Лёха, он же Качок, руководит Киевспортклубом. Правоохранительные органы рассматривают версию о причастности Капишинского к убийству бывшего хозяина этого спортклуба. Вот тот же Лёха во время поджога нашей студії на Щусево раздає указання. І вот к нему подходит Середюк і Чорний. Вот фото еще одного криминального авторитета Вадима Мизеры по кличке Мизер возле Інтера. Он со своей охраной, а вот его машина і автосопровождення. Напомню, в 2010-м был приговорен к пяти годам лишения свободи за организацию преступной группировки, которая занималась разбоем і вимогательством. В 2013-м году повторно осужден. В депутатском расследовании говорится, причастен к краже машин і продаже їх сепаратистам в зоне АТО. Еще один активист, блокировавший Інтер с Середюком, сын Дмитрия Корчинского – Даниил. Вот его автомобиль возле Інтера. Напомню, 10 октября прошлого года его задержали на внедорожнике, который числится в угоне с номерами АТО. Напомню, в расследовании депутата Верховной Рады непосредственным организатором поджога называют министра Авакова, а исполнителями – Илью Киву, Капюшинского и Мизеру. Тест для украинской власти. Так назвала убийство журналиста Павла Шеремета, заместитель Верховного комиссара по правам человека в ООН Кейт Гилмар. Она подготовила доклад о сотрудничестве с Украиной по вопросам прав человека. Полный текст опубликован на сайте ООН. Гилмар уверена, украинские СМИ испытывают давление со стороны СБУ, военных и различных вооруженных групп. Также Гилмар отметила опасную динамику, рост насилия в отношении журналистов. Причем очень часто расследования заканчиваются ничем, виновных не наказывают. Под конвоем перевели с больничной койки на койку при СИЗО. Александр Пугачев, которого подозревают в убийстве двоих патрульных, будет долечиваться уже за решеткой. И там же будет давать показания следователям. А жители Тихого спального района Днепра до сих пор не могут отойти от шока. Как целый год бандит, находившийся в розыске, разгуливал на свободе рядом с ними. Все подробности знает Светлана Шакера. Койка в реанимации, где шел на поправку Александр Пугачев, уже пуста. Сегодня после обеда пациента на каталке под конвоем вывезли в специализированную больницу МВД. Александр Пугачев сегодня извлекли все дренажи. Буквально 10 минут назад его полицейские забрали в спецбольницу на дальнейшее лечение. В ближайшее время он уже сможет отвечать на все вопросы, которые ему поставят наши следователи. В это время родственники Пугачева приводят в порядок квартиру в Хрущевке по улице Алексеенко. После воскресного штурма выбито окно и повреждена входная дверь. Вы им поменяли двери на новые, да? Нет, мы поменяли, да, на новые двери. Нам стоять и двери вообще не закрываются. А хозяева сейчас дома? Зайдите в посту. Дома, да? Вот первый этаж. Поднимитесь. Но хозяйка не открыла. Соседи говорят, после задержания Пугачева приехала его мать, на которую, собственно, и была оформлена квартира. Сам же подозреваемый в убийстве двух полицейских, несмотря на то, что был в розыске, жил здесь не скрываясь. Спокойно он жил, выходил, вот и стояла машина, уезжал, все общительные. Ну, ну, вот здесь он встречал с девушкой, с ребенком. Днем ездил в спортзал в другой конец города, рассказала нам девушка из соседнего подъезда. Свободно, да, вообще никто не прятался никуда здесь. Тренирался он со мной в моем спортзале в Приозерном. Ну, и такой, смотрю, что он не работает, такой шелтай-болтай. Участкового же, который должен знать о жильцах все, и, по идее, мог бы опознать находящегося в розыске преступника, в районе никто не видел и даже не знает. Редко, последний раз, года три назад. Видимо, появляется, но только когда что-то случится. Не смогли его найти и мы. Сегодня у местного участкового неприемный день, а по указанному на официальном сайте телефон, мужчина ответил, что в полиции больше не работает. Светлана Шикера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Днепр. Пьяным за рулем попался начальник одного из райотделов полиции в Прикарпатье. На горячем его застегли общественные активисты и организовали настоящую погоню. Чем все закончилось, знают наши журналисты. Осово практически центр города. Вот здесь, возле местного ресторана Обри, активисты дорожного контроля и подкараулили начальника районной полиции. Нам позвонили люди, что тут есть биле кафе Обри, великое скупчение представителей полиции Косовской. Мы выехали сразу на здоровье место и успели как раз сняти, как сюда заходил один полицейский, и другого я познал, как самого руководителя полиции города Косово. Начальник райотдела вышел через 5 часов. Вот Петр Васкул садится в черный фиат на место пассажира. А уже за городом, рассказывают активисты, он пересядет служебную него за руль. Утверждают, водитель как-то странно управлял машиной. Видимо, был выпившим, предположили активисты. Чтобы в этом убедиться, решили догнать Ниву. В конце концов, автомобиль заблокировали. Петр Васкул выскочил из машины и пустился бежать. Активисты вызвали наряд патрульных и осмотрели авто. В багажнике нашли несколько левых номеров. Патрульные приехали, зафиксировали то, что автомобиль службовый находится на проезжей части. Сбоку был работник, который подтвердил, что безпосредственно руководил Васкул этим автомобилем. Это не первый случай, когда начальник райотдела в нетрезвом состоянии ловят за рулем. 1 января на этой же машине он влетел в Кювет. Тогда свидетели происшествия утверждали, что за рулем был именно Петр Васкул. Но тут успел скрыться с места ДТП. Вину взял на себя местный житель. Сегодня на рабочем месте начальника районной полиции не оказалось. По словам дежурного, поехал в область по делам. И подтвердил, что зеленая нива действительно есть на балансе райотдела. 0528, государственный номерный знак. А мата СКТА, кто на каком столице? Керевник, подраздел Васкул Петр Васильевич. А в областном управлении полиции нам сообщили, по данному факту уже проводится служебное расследование. Так был ли на самом деле пьян начальник районной полиции? И почему? Убегал от активистов? На эти вопросы мы ждем ответ. Ирина Исаченко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Сотрудники полиции отличились и в Запорожье. Женщины-следователи крышевали целую банду угонщиков. Об этом сообщили в областном СБУ. К полицейским оборотням поступали дела о похищении авто. И следователи предлагали пострадавшим вернуть их собственность за вознаграждение. Если же потерпевшие отказывались от сделки, машины переоформляли, перебивали номера двигателя и кузова, на них делали новые документы и продавали. Всех членов преступной группы задержали после получения очередной взятки от пострадавшего. Во время обыска изъяли карабин, травматический пистолет и деньги к кассу бандитов. За свои послуги полицейские вымогали до 50% от вартости выкраданного автомобиля. Народный фронт начал снабжать полицейских новенькими машинами. Накануне в Умане нардеп-фронтовик Максим Поляков вручил стражам порядка ключи от двух служебных автомобилей. О такой невиданной щедрости тут же отчитался на своей странице Фейсбук. Не забыл отметить, что машины подарил. Но, похоже, презент сделан за казенный счет. Во всяком случае, в полицейском управлении Черкасской области нам сообщили, что оба автомобиля купил центральный аппарат нацполиции Украины. То есть деньги налогоплательщиков. Попал ли нардеп Поляков на вручение случайно, или ему помогли приписать наличный счет два подаренных автомобиля, в полиции пока не комментируют. Данные убили были переданы в державу установок центра обслуживания подразделений национальной полиции Украины. То есть, от центрального аппарата. На рахунок Максима Полякова, что можно сказать? Что с данным вопросом, на рахунок информации, я не могу вам конкретно дать ответ. Первым о том, что нардеп Максим Поляков подарил полицейским новенькие РНО, хотя, согласно декларации, живет на одну зарплату, сообщил журналист Михаил Ткач. Он выложил пост Полякова на своей странице в Facebook. Нардеп-фронтовик отреагировал и через соцсеть потребовал немедленно опровергнуть неправдивую информацию, иначе угрожал написать заявление о преступлении. Сейчас этого сообщения Полякова уже нет, но его скриншот на своей странице выложил Михаил Ткач. Начать производство против самого Полякова, который угрожает журналисту, потребовал народный депутат Сергей Каплин. В Facebook он написал, что уже обратился в ГПУ с таким требованием. А в Черновцах фронтовики позарились на лакомые квадраты. На этот раз хотят уже не здания в историческом центре города под офисы, а гектары земли. О чем речь в сюжете моих коллег. Не успел утихнуть скандал с участием буковинских фронтовиков, когда весной город сбудоражило известие, что нардеп от Народного фронта Максим Бурбак просит бесплатно отдать ему двухэтажный особняк в историческом центре Черновцов под депутатскую приемную, как горожане уже обсуждают очередную новость. На повестку завтрашней сессии горсовета вынесено на голосование 6 земельных вопросов, точнее запросов на утверждение. И опять речь о выделении недвижимости, на этот раз земельных участков. Под этими фирмами стоят друзья и родственники главы парламентской фракции Народного фронта, жителя Черновцов Максима Бурбака, объясняет журналист Василий Забродский. Однако называемых шкуртных вопросов фронтовиков он сделал не одно расследование. Уверен, городскую землю хотят захватить. Этот клан затянут не только брати, дядьки, сестры и так далее. Этот клан затянут члены партии, потому что всеми предприятиями постоянно керували або помощники Бурбака, Федорука, Аценюка, або консультанты, або однопартийцы, которые сегодня все ключевые посадки в области занимают людей Аценюка. Им отдали Буковину. Так ли все это и что по этому поводу думает сам Бурбак, нам в очередной раз узнать не удалось. В офисе Народного фронта депутата нет. Самый в этот момент у него прием граждан. Я ему даже не буду звонить, я ему сейчас напишу в личку в Фейсбук. Периодично он проверяет, смотрится. Я даю ваш номер телефона и попрошу, чтобы он с вами связался. Но с нами он так и не связался. А вот более сговорчивым Бурбак был вчера с местными журналистами. На пресс-конференции в Черновцах. Говорил о политических заказах и отрицал причастность к захвату земель. У меня нет школьников. У меня нет школьников. У меня нет школьников. Нет. У меня нет школьников. Работает все. Через численные средства массовой информации. Вкидаются какие-то фейки. Завтра депутаты должны определиться, отдают ли они бесплатно земельные участки. Политологи уверены, если это произойдет, город понесет убытки. Речь о недополученных миллионах гривен. Результаты голосования мы попытаемся рассказать уже завтра. Ведь обычная практика, подобные вопросы, или как их называют на буковине шкурники, ставятся на голосование уже в самом конце дня. Иногда поздно вечером, когда в зале заседаний нет активистов, журналистов и камер. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Беглый экс-начальник Киевского ГАИ Николай Макаренко задержан российскими правоохранителями в московском аэропорту Домодедово. Произошло это неделю назад, а 23 сентября Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако в СМИ эта информация попала только сегодня. По версии украинского МВД, Макаренко, который находится в международном розыске по подозрению в коррупции, прятался в оккупированной Ялте. Недавно приехал в Москву, хотел куда-то улететь, но не успел. Нацполиции также подтвердили его задержание. Там надеются на экстрадицию уже завтра-послезавтра. Документы про решение вопроса про его арест с метою экстрадиции. Ответы мы на сегодняшний день не получили. Зазвучит на такую процедуру отводится до трех рабочих дней. Напомню, Макаренко в розыске с апреля прошлого года. Его обвиняют в организации коррупционной схемы, мол, он наживался на оформлении автомобилей и продавал справки МРЭО. По данным правоохранителей, только на бланках организованная группа Макаренко зарабатывала более 600 тысяч гривен в месяц. Откуда БУК? Международная следственная комиссия по крушению малазийского Боинга на востоке Украины обнародовала свои выводы. На специальном брифинге в Нидерландах следователи заявили, удалось установить, откуда именно прибыла боевая машина, где совершила выстрел и куда после случившегося скрылась. Наши корреспонденты продолжат. Причиной смерти 283 пассажиров и еще 15 членов экипажа малазийского Боинга в небе над Донбассом стала российская ракета. Запустили ее с земли из установки БУК, которую привезли из России и почти сразу же перекинули обратно на территорию Федерации. Таковы выводы Международной следственной комиссии. Их огласили сегодня в Нидерландах. Мы пришли к выводу, что борт MH17 был сбит ракетой 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса БУК. Все улики позволили нам прийти к выводу, что место запуска был поселок Первомайский, к югу от поселка Снежное. Указанная Международной комиссией, украинская территория на тот момент находилась под контролем боевиков. Непричастность украинских военных в трагическом инциденте подтверждают и перехваченные записи разговоров боевиков с российскими военными. Их сегодня тоже представили в Нидерландах. Фотографии зенитно-ракетной установки, причастны к гибели Боинга в докладе Международной комиссии тоже есть. По словам следователей, под подозрением около ста человек. Свои отношения к выводам экспертов сегодня высказали и в украинском МИДе. Реакция на доклад в Москве не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь российского президента Песков назвал опубликованные данные одиозными, а также подчеркнул, что не заметил следов, цитата, каких-либо ракет. Евродепутат Ребекка Хармс тоже высказалась в Твиттере. По ее словам, цитирую, поскольку нет частных буков, Российская Федерация несет ответственность за MH17. Кстати, накануне Минобороны России официально отказалась от версий с украинским летчиком Владиславом Волошиным, сославшись на данные от производителей буков Алмаз-Антей. Напомню ранее, по утверждению Следственного комитета России, Волошин, управляя самолетом Су-25, выпустил ракету Р-60 «Воздух-воздух». К слову, Алмаз-Антей сегодня в Нидерландах тоже вспоминали. По словам представителей Международной следственной группы, информация этой кампании уже исследована и не является исчерпывающей. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал «Интер». На выводы Международной следственной комиссии отреагировал и президент. На заседании Совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко подчеркнул, в расследовании крушения Боинга поставлена точка, а результаты отчета могут быть использованы в ходе Международного трибунала. Проект решения по его созданию уже внесен в СовбезООН. Сегодня в этой справе Международной следственной группы поставлена крапка. Они подтверждают, что падение летака было причинено выбухом боевой частины, установленной на ракете, выпущенной российским зенитно-ракетным комплексом «БУК». Весь світ має право знати, хто за це несе відповідальність. Ужесточение контроля на линии соприкосновения в районе Марьинки толпы желающих попасть на территорию подконтрольную Украине. Из-за чего людям приходится выстраиваться в километровую очередь. В ситуации разбиралась Ирина Баглай. От Донецка до пропускного пункта Марьинка всего ничего, несколько километров. Но очередь желающим пересечь условную границу приходится занимать с ночи. С ночи. Расстояние плевое. А в чем проблема? В очередь. На ночь осталось 150 машин ночевать. Вот мы ночевали. На выезд с подконтрольной Украиной территории веренится машин. На въезд не более десятка. Пограничники объясняют, этот участок дороги простреливают боевики. Поэтому вынуждены придерживать автомобили на нулевом рубеже. За моей спиной в направлении национального пункта Александровка. Буквально от нас полтора километра, километра. Ворожие снайперы, мины. Машины запускаем по команде. От блокпоста первого рубежа, так званого, до КПВ. Потому что в связи с обстрелами мы должны эвакуировать людей. Для тех, кто приехал автобусом, а это в основном пенсионеры, на посту террористической ДНР почти зеленый коридор. Говорят, только паспорт предъявить. Внимание боевиков приковано к молодежи. Да у нас в основном все украинские паспорта. Мужчин, женщин, молодых проверяют. Да? Ну да. Ну, вещи просматривают. Контроль ужесточился после того, как посты боевиков усилили кадровыми российскими военными. По нашей оперативной информации, вроде бы, как бы, зашли там русские, которые дополнительно пытаются проводить осмотры более жестче. Об этом выезжающие из оккупированного Донецка рассказывают неохотно. Вскоре придется вернуться назад. Но без камеры говорят откровенно. Донецка по своим стреляет. Я же вот так вот и стреляю. Вижу туда. Кто стреляет? Не выдумывайте мне. Да что? Что значит не выдумывайте? Не выдумывайте. Из нашего района, блин, бахают повсюю. По Октябрьскому. Днем здесь тихо. Последний минометный обстрел боевиков был месяц назад. Но буквально в полутора километрах от трассы уже передовая. Линия огня проходит практически по жилой улице. Бывает, что и в тыл заходят группы. Ну, вот видите, сейчас вот провокционеры идут. Ну, тут рядом местные люди живут. Да им все равно. Местные-то или не местные. У нас есть свои наблюдательные посты. И они пытаются тушить их, чтобы загнать технику. Или пополнить свои боезапаски. На окраине Маринки местные жители уже не прячутся от этих привычных им звуков войны. Армейцы подтверждают, по сравнению с ночными боями, после объявления режима тишины, это практически мир. Есть временное затишье. Мы обязаны дать возможность нашим политикам решать эти вопросы, связанные с конфликтом на Донбассе. Последнее, очередное перемирие закончилось вражеским обстрелом. Наши не исключают, к этому противник готовится и сейчас. Гул военной техники боевиков за терриконами и шахтой Трудовской. Украинские солдаты слышат каждую ночь. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Выселять нельзя оставить. Верховный суд постановил, банки не имеют права выселять на улицу украинских заемщиков, но могут предоставить им альтернативное жилье. Что это значит на практике и как этим могут воспользоваться те, кто оформил ипотеку, выясняла Ирина Романова. Что такое выселение, он знает не понаслышке. Восемь лет назад, перед рождением второго ребенка, Вячеслав с женой решили сменить свою однушку на двушку. Недостающую сумму взяли в банке под залог новой квартиры. Но не успели отпраздновать новоселье, как доллар подскочил полтора раза. Платить по кредиту стало тяжело, появились долги. Банк передал их коллекторам, а спустя какое-то время те нанесли семье визит. Коллекторы в количестве шести человек ворвались в квартиру. В квартире была жена и ребенок. Врывалась в квартиру без исполнителя, без соответствующего исполнительного производства. Только имея на руках этот документ, выписку из единого реестра. Так год назад Вячеслав узнал, что его семья осталась без крыши над головой. Коллекторы, используя услуги так называемого черного нотариуса, переписали на себя право собственности и пришли выгонять семью на улицу. Без лишнего суда, выселить любого, а выселить детей так вообще, это уже и другие вопросы, это не возможно. И мы знаем, что существует мораторий на стягнение таких жилых помещений. Только благодаря определенным юридическим действиям смогли уникнуть того, что коллектор не зашел в это помещение, не выкинул родину с семьей, с детьми, не выкинул на улицу. Сейчас Вячеслав судится с черным нотариусом и коллекторской фирмой. На квартиру наложен арест и пока его семья в безопасности. Но надолго ли? Тем временем Верховный суд вынес решение, касающееся заемщиков, которые взяли в банке кредит на развитие бизнеса или ремонт под залог квартиры или дома, купленных на свои деньги. Верховный суд пришел до выяснения, что для того, чтобы сняти за регистрацией, выселить эту людину из этой квартиры, ей нужно дать другое житло. Порядок предоставления такого альтернативного жилья должен быть установлен к обминам. Но в нашем государстве есть очень большая проблема, потому что фактически отсутствуют фонды, государственный фонд для предоставления такого жилья. В ассоциации банков уточняют, ипотечных кредитов это не касается. То есть таким, как Вячеслав, альтернативное жилье предлагать не будут. Юристы же предупреждают упомянутое решение Верховного суда, хоть и аргумент в судебном процессе для заемщика, но совсем не панацея от выселения. 90% таких борьев уже несколько раз перепроданы коллекторским компаниям. Все эти действия, которые на сегодняшний день происходят, на жаль, на мой взгляд, свидчат про полное игнорувание, с одного боку, компаниями норм законодательства, с другого боку, полное игнорувание Министерством юстиции, которое не принимает никаких санкций до нотариусов. Между тем, в результате такого соавторства нотариусов и коллекторов последние получают миллиардные прибыли. А что же полиция? Если приносят к работнику полиции следчему, приносят ему документы, которые подтверждают, что коллекторам належит помещение, и он пытается туда зайти, они считают, что это не криминальное правопорушение. Вот такая вот позиция у нас в данном случае у полиции. И заемщикам приходится рассчитывать только на себя. Как уверяют в Ассоциации банков, мораторий на выселение – лишь временная отстрочка. Платить по кредитам придется все равно. Ирина Романова, Александр Пантелеймонов, Ивана Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. Неспокойная Германия. В Дроздене гремят взрывы, а в Берлине выстрелы. Кто заложил самодельные бомбы возле Дрозденской мечети? И почему берлинская полиция открыла огонь в приюте для беженцев? Татьяна Лагунова подробнее. Инцидент произошел поздно ночью в одном из берлинских приютов для беженцев. Семья из Ирака вызвала полицию и сообщила. Сосед, беженец из Пакистана, сексуально домогался их 8-летней дочери. Подозреваемого арестовали уже в наручниках в великмашине, как вдруг отец девочки решил отомстить обидчику и с ножом набросился на задержанного. Чтобы остановить самосуд, полиция применила оружие. Утром мужчина скончался в больнице. Тем временем в Дрездене усиливают меры безопасности. Там тоже произошла серия ЧП. Возле мечети из здания Международного конгресс-центра прогремели взрывы. К счастью, никто не пострадал. Полиция практически не сомневается. Мотив атак – ксенофобия. Бомбы были самодельными и сработали с интервалом в полчаса. Чуть позже в интернете появилось заявление левой организации Антифа. Мол, это их активисты организовали взрывы. Якобы в знак протеста против роста правых настроений в Дрездене. Представители Антифа уже заявили, это фальшивка. И взрывы – дело рук как раз представителей правых сил. Власти города с комментариями не спешат. Подобные атаки – это не протест, а преступление, которое не может быть оправдано. Они еще раз показывают, что отдельные личности или группы пытаются бросить вызов государству. Полиция Дрездена усилила меры безопасности возле мечети, да и во всем городе в принципе. В понедельник здесь состоятся празднования Дня немецкого единства. На торжества ждут канцлера Ангелу Меркель и президента Йоахима Гаука. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Израиль прощается с девятым президентом. Сегодня утром на 94-м году скончался Шимон Перес. Он был госпитализирован с инсультом. Врачи долго боролись за его жизнь, но ничего сделать не смогли. О том, каким был этот человек и что сделал для своей страны, рассказывает наш корреспондент Сергей Ослендер. Вряд ли в новейшей истории еврейского государства был человек, которого так любили и так ненавидели одновременно. Патриарх, дедушка, отец-основатель, предатель еврейского народа, капитулянт. Комплименты и проклятия сыпались на него всю жизнь, лишь подчеркивая масштаб личности. Он и правда был отец-основатель. Последний из плеяды великих, кто за невероятный срок на голом песке воздвиг новое государство, так поразившее мир своим развитием. Мы скорбим сегодня в связи с уходом нашего дорогого Шимона Переса. Он смотрел в будущее, он сделал так много, чтобы защитить наших людей. До последнего дня он боролся за мир и лучшую жизнь для всех. Его израильская биография началась в 1934-м, когда 20-летний Сима Перски приехал в Палестину из Польши. В 25-м он уже стал помощником гендиректора Министерства обороны, отвечал за закупку оружия в самый тяжелый период войны за независимость. Возглавлял разные министерства, был премьер-министром и в конце концов стал президентом. Нет здесь ни одной сферы, где бы он не приложил свои усилия и не оставил бы свой розчерк. Вот, например, можно поговорить про проект, который после его смерти уже будет осуществлен. То есть это так называемый Таалата Эмим. Это канал, который будет связывать Мертвое море и Средиземное море. Трудно представить, какой груз ответственности нес всю свою жизнь этот человек. Именно Перес руководил ядерным проектом Израиля. С Ясером Арафатом Восло подписал соглашение о начале урегулирования Палестино-израильского конфликта. За них его проклинали все последующие годы. Но те, кто называл его предателем, забыли, что результатом этих соглашений в том числе стал гигантский пакет помощи от Европы и Америки, который вывел маленькую ближневосточную страну в лидеры высоких технологий. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Вот, пожалуй, наиболее точное описание его жизненного пути. Однажды Шарон упрекнул меня, мол, слишком быстро мы двигаемся по пути переговоров с палестинцами. Я сказал ему, ты еще молодой, я старше. Знаешь, что такое быть премьер-министром? Ты просыпаешься утром и понимаешь, что прошел год, а ничего не сдвинулось. Потом в одно утро ты понимаешь, что прошло два года и опять ничего не сделано. А потом до тебя доходит, что третьего года может и не быть, а ты упустил свой шанс что-то сделать. Поэтому твоя задача делать и делать быстро. В прошлом году Шимон Перес приезжал в Киев на Ялтинскую конференцию. Он произнес поразительную по своей силе и вдохновению речь. Говорил о мужестве и храбрости, о том, как важно мечтать. Чем больше ваша мечта, тем большего вы добьетесь, сказал тогда Перес. Он до последнего боролся за жизнь, но свою последнюю битву, увы, проиграл. Это поразительно, но даже после смерти отец-основатель продолжил заботиться о своем народе. Его органы будут пересажены больным израильтянам. Вопреки еврейскому обычаю, хранить умершего до захода солнца, тело Шимона Переса будет предано земле 30 сентября, чтобы мировые лидеры, которые специально для этого съедутся в Израиль, смогли попрощаться со своим коллегой. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер. Битва титанов в США подводит итоги предвыборных дебатов. Об этом мы расскажем чуть позже. Оставайтесь с нами. Снова неспокойно в Одессе. Там сегодня рассматривали апелляцию на взятие под стражу депутата от оппозиционного блока Александра Орлова. Сопровождалось все словесными перепалками и даже потасовками. Об итоге заседания расскажут наши корреспонденты. Руководителя Одесской ячейки оппозиционного блока Александра Орлова прокуратура подозревает в организации массовых беспорядков 19 февраля 2014 года. Тогда он был вице-губернатором области. На днях Приморский райсуд Одессы постановил взять Орлова под стражу с правом внесения залога 8 миллионов 600 тысяч гривен. Адвокаты говорят, сумма неподъемная. Поэтому в апелляционном порядке просят снизить ее до 400 тысяч. Поддержать оппозиционера к суду сегодня пришли около 200 человек. Активисты, депутаты всех уровней. Молчать не будем. Пусть власть знает, что одесситы вне запугали. По мнению митингующих, у прокуратуры нет доказательств вины Орлова. А его арест – политическая травля и попытка дискредитировать нардепа Николая Скорика, который зимой 2014 года как раз был губернатором региона. Сегодня стараются закрыть рот тем депутатам от оппозиции, которые говорят народу правду. Правду о том, что люди доведены до нищеты. Правду о том, что нынешняя власть разваливает страну. Сам Николай Скорик тоже пришел к суду. Говорит, никаких обвинений в свой адрес не боится, потому что закон не нарушал и никуда убегать не собирается. Все происходящее называют репрессиями. Власть понимает, что грядут новые выборы, и нужно безосновательными обвинениями, любимыми способами убрать нас с политической арены, потому что все социологии показывают высокий уровень доверия украинского населения к партии оппозиционный блок. Возле суда и ярые оппоненты ОПО-блока. Правый сектор, автомайдан, самооборона. Началось с провокаций, продолжилось словесными перепалками, разорванными флагами и потасовками. Разнимала полиция. Взять на поруки Александра Орлова приехали даже несколько народных депутатов. Вот только самого руководителя Одесской ячейки ОПО-блока по непонятным причинам на заседание так и не доставили. Адвокат посчитала это ущемлением прав подзащитного. Было подано мною ходатайство по отложению дела, для того, чтобы Орлова доставили в судебное заседание, чтобы он мог сам давать показания, отвечать на вопросы, на которые сможет ответить только он. В итоге суд перенес слушание на понедельник. Не исключено, что и в этот день не обойдется без потасовок. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер, Одесса. Оппозиционный блок призывает суды правоохранителей игнорировать преступные приказы власти. Соответствующее заявление на сайте Политсилы. Заявляют, цитирую, партию преследуют как единственную силу, представляющую реальную альтернативу нынешнему курсу. Конец цитаты. Также в заявлении говорится, усиление давления на оппозицию это попытка власти отвлечь внимание людей от собственных провалов. Донести альтернативную точку зрения на события в Украине. Нардеп от оппозиционного блока Вадим Новинский в Риме встретился с вице-президентом Сената Италии Маурицио Гаспари. Темами разговора стали минские договоренности и преследование оппозиции в Украине. Стороны сошлись во мнении, что альтернативы Минску нет. Руководство Сената во время встречи также выразило беспокоенность нарушениям гражданских прав и в частности ситуации со свободой слова в Украине. Мы должны услышать представителей различных политических сил и тех, кто говорит о нарушении прав и свобод в Украине. Мы изучаем эти сведения, чтобы донести Италии и Европе в целом ту информацию, которая зачастую к нам не попадает. Мы обсуждали ситуацию с выполнением Минских соглашений, ситуацию со свободой слова в Украине и демократии с выполнением прав оппозиции в Украине. Их обеспокоила ситуация со свободой слова в Украине, последние выпьющие факты нападения на независимый телеканал Интер и то, что до сих пор все виновны в этом, я считаю, террористическом акте, находятся на свободе. Они обеспокоены и выступили скатерически против давления на оппозицию и открытия как физических, так и уголовных репрессий против оппозиции в нашей стране. Печерский райсуд отклонил ходатайство защиты экс-депутата Луганского гурсовета Владимира Медянника об отводе прокурора Павла Кожуховского. Адвокаты считают, что тот оказывал давление на их подопечного во время допросов. Сам прокурор заявил, оснований для его отвода у суда нет. Владимира Медянника задержали 7 августа этого года в рамках дела бывшего губернатора Луганской области Александра Ефремова, который также находится под арестом в СИЗО. Медянника обвиняют в сепаратизме и поддержке создания так называемой ЛНР. Прокурор преимуществовал нашего подозрительного Владимира Медянника до дачи спотворенных неправдивых, сведомо неправдивых показаний относительно других людей в рамках данного криминального проведения. Мы решениям суда не задовольны, мы считаем его незаконным, неправосудным. Заява про отвод, она подана в связи с тем, что страна захиста не погодится с принятыми мной процессуальными решениями и проведенными процессуальными действиями. С перевесом в один голос после многолетних споров швейцарский парламент запретил паранжу на территории своей страны. И дело не только в этике или культуре, но и в экономике. Ведь в Швейцарию на шопинг класса люкс регулярно приезжают зажиточные арабы с женами. Теперь в стране готовятся на вокзалах и в аэропортах разместить специальные стенды с призывом открывать лица. А вот в Бельгии лица прятать приходится военным. Почему, знает София Гордиенко. С призывом к братьям по вере обратился через любимую сеть джихадистов и им сочувствующих Телеграм. Это бородатый, упитанный француз Рашид Касим, который давно обосновался в Сирии. Он выслал своим подписчикам, франкофонам не только имена и фамилии нескольких военных, но и район их проживания, а также фото автомобилей с номерными знаками. Начальство, понятно, заволновалось, но оказалось, что снимок террористы взяли из соцсетей. В фото военных в форме это кто-то когда-то похвастал машиной в соцсетях, к сожалению, с номером, или сделал снимок дома. Никакой гастайны нет, но все равно неприятно. Конечно, бельгийские военные уже мобилизировались, им советуют быть более осторожными в соцсетях. Мол, не все, кто у вас в друзьях, являются друзьями на самом деле. Кстати, самого автора сообщения Рашид Касима разыскивают во Франции. Именно он помогал в июле добрым словом и напутствием неуравновешенному убийце пожилого священника в окрестностях Руанах. Он же руководил девушками, которые с помощью газовых баллонов собирались две недели назад взорвать Леонский вокзал. Еще двух женщин полиция задержала на днях в Ницце. Они готовили теракт не без помощи Касима. Правда, детали пока не разглашают. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Неоднозначные итоги. Сутки спустя, после нашумевших президентских дебатов, вся Америка по-прежнему обсуждает, кто из кандидатов и в чем был сильнее. А главное, какие выводы они сделают к следующей дуэли в прямом эфире. Как в Штатах комментируют словесную битву Клинтон и Трампа. И что теперь говорят сами кандидаты в президенты. Дмитрий Анопченко об этом. Теперь это уже официально рекорд. За всю 60-летнюю историю теледебатов не было такого количества зрителей. Фланку в 100 миллионов пока не взяли, но и 81 миллион. Цифра невероятная. Учитывая, что все больше людей смотрят эфир в интернете. По старинке, по телевизору смотрели дебаты первые лица страны. Барак Обама был у экрана вместе с семьей. Подтвердил его пресс-секретарь Джордж Эрнест. И сообщил, нынешний президент считает, что Хилари Клинтон держалась вполне достойно. Обама порадовала, что Клинтон выдвинула идеи, которые он и сам поддерживает. Включая снижение налогов для среднего класса. Прессу только удивило, что глава государства не прокомментировал дебаты лично. Зато это сделал вице-президент. Джо Байден был эмоциональным, очень критичным. Заявил, мол, у Трампа нет ценностей. И он вообще не знает, о чем говорит. Понятно, что эта критика не только личное впечатление самых популярных в Америке демократов, но и попытка помочь Хилари, которая сейчас вернулась к избирательной кампании и вот как раз в первой агитационной поездке по стране. В самолете по пути на первую же встречу с избирателями она призналась журналистам. Дебатами довольна. Мол, и особых ошибок не было. А если ее соперник вдруг испугается и не придет на последующие дебаты, мол, тоже не проблема. Я приду, а если окажусь единственной, что ж, значит буду на сцене сама. Вопрос о том, появится ли кандидат от республиканцев на следующих теледебатах вовсе не праздный, потому что сегодня все здесь в Америке обсуждают заявление Руди Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, который сказал, что ходить на дебаты Трампу больше не следует. Мол, и ведущий был предубежден, и голоса он растеряет, мол, Трамп и так победит. Но в штабе самого Трампа, который сегодня тоже возобновил предвыборное турне, уверены, их кандидат и на второй, и на третий тур придет обязательно. Команда не могла понять, почему во время первых дебатов Дональд упустил возможность разгромить Хиллари, ослабил хватку, не был настолько жестким и критичным, как мог бы. Он сам пояснил это сегодня избирателям. 90 минут я присматривался к ней очень внимательно и сдерживал себя. Я не хотел ставить ее в неудобное положение, но видел, она застряла в прошлом. Его сторонники говорят сегодня о заговоре либеральной прессы, которая попыталась убедить весь мир в победе Хиллари. Мол, СНН опросила всего 500 с лишним человек, но заявила, что Клинтон впереди. На своей странице Трамп вывесил данные других голосований, где избиратели отдавали победу ему. Но сам кандидат от республиканцев этим, похоже, не очень расстроен, ведь он прекрасно понимает, те, кто доверяют СНН или, к примеру, читают либеральную Нью-Йорк Таймс, и так настроены против него, и так будут голосовать против. Поэтому на этих дебатах он, похоже, не столько пытался мобилизировать своих сторонников или забрать голоса у Хиллари, сколько достучаться до тех, кто еще не определился, в том числе и в так называемых колеблющихся штатах, той же Флориде или Огайо. Это прекрасно понимает и Хиллари Клинтон. И поэтому борьба будет жесткой, а результат, скорее всего, будет непонятен до последнего. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала, Интер. Когда Илон Маск обещает жизнь на Марсе, чего требуют в суде американские стриптизерши, и сколько теперь может быть родителей у малышей, зачатых по новым технологиям? Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Индонезии на острове Ламбок эвакуировали 4 сотни иностранных туристов и местных жителей из-за извержения вулкана Баруджари. Спасатели сообщают, что о местонахождении 50 альпинистов до сих пор ничего не известно. Клубы пепла видны в радиусе 3 километров. Вулкан Баруджари является крупнейшей достопримечательностью острова и одним из самых популярных туристических мест в Индонезии. В Мексике родился ребенок троих родителей. Его зачали с использованием донорской ДНК. Этот метод предполагает участие ДНК троих человек. О событии, которое произошло еще 5 месяцев назад, ученые сообщили только сейчас. В клетках малыша Абрахима Хасана, ДНК его матери, отца и донора. Ученые рассчитывают, что генетический материал третьего человека поможет ребенку избежать наследования некоторых генов матери, а значит и уберечься от редко генетической болезни. Компания Илона Маска SpaceX готовит колонизацию Марса. В амбициозных планах построить космический корабль, способный долететь до Красной планеты за 3 месяца и перевести достаточное количество материалов для строительства базы. Челнок, который сможет вместить до сотни человек, будет больше шаттла примерно втрое. Стоимость перелета для будущих колонизаторов составит 200 тысяч долларов с человека. По прогнозам Маска, за 100 лет Марс обустроит для полноценной жизни. Первый тестовый суборбитальный полет прототипа корабля планируется провести через 4 года. Фанат бейсбольного клуба Нью-Йорк Янкис решил сделать предложение своей девушке прямо на стадионе, где они смотрели игру любимой команды. Но в самый ответственный момент случилась заминка. Кольцо выскользнуло из футляра и закатилось под кресло. Болельщики, стоявшие рядом, бросились на поиски. Но девушка сказала «да» немедля. Кольцо, в конце концов, обнаружилось в отвороте джинсов будущей невесты. Группа танцовщиц стриптизы из Луизианы подала в суд на власти штата. Выступают против закона, запрещающего танцевать у шеста девушкам моложе 21 года. Между тем, так называемый возраст сексуального согласия в Луизиане – 17 лет. Стриптизерши считают, что закон будет нарушать их право на свободу самовыражения. И ссылаются на первую поправку к Конституции США. Кроме того, нововведения оставят многих интим-танцовщиц без работы и подтолкнут их к проституции. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин